Ваши знакомые также стали жертвами мужчины на фото или владеете информацией. О его причастности к преступлениям сообщите по телефону, указанному на экране. Четыре года лишения свободы. Жителям Могилева суд признал виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По словам правоохранителей, он представлялся успешным бизнесменом, брал у людей крупные суммы денег якобы для развития бизнеса по производству криптовалюты. И присваивал их. Известно, что потерпевших по делу было 8 человек и одно юридическое лицо. Обещанные биткоины так никто и не получил. Подробности дела расскажут наши корреспонденты. У обвиняемого, говорят правоохранители, был просто дар убеждения. Иначе как ему, 23-летнему молодому человеку, поверили 8 человек, которые согласились отдать крупные суммы денег. По началу обвиняемый настаивал на том, что никакого преступного умысла, в том числе обмана, либо же злоупотребления доверием отношений потерпевших у него не было. То есть он действительно собирался заниматься криптовалютным бизнесом, собирался закупать майнинг оборудования. Однако в дальнейшем его, как он, ну с его слов, его обманули и у него ничего, соответственно, не получилось. Прокуроры, которые поддерживали по этому делу обвинения в суде, рассказали, что мужчина полтора года изображал себя успешного предпринимателя. Говорил, что занимается майнингом. Мол, производит криптовалюту. Дело прибыльное. Именно на его развитие он и просил деньги у знакомых. Обманул обвиняемого и владельца клуба, завсегдатым которого он был. Одно юрлицо, это наш могилевский клуб Куба, где он был, так сказать, завсегдатым. Он периодически туда приходил, выпивал, отдыхал, в том числе некоторые одолженные деньги он, грубо говоря, тратил вот в этом клубе. В итоге мужчина получил 170 тысяч рублей, которые обещал вернуть. Обвиняемый получал от потерпевших денежные средства под различными предлогами. Например, для приобретения компьютерного оборудования для добычи криптовалют. Также просил деньги и на развитие своего бизнеса, а также и просто под предлогом займа денег в долг с условием выплаты прибыли. Установлено, что полученную наличность молодой человек тратил на личные нужды. Снимал квартиру в центре Могилева, ездил на дорогих арендованных автомобилях, посещал увеселительные заведения. А когда потерпевшие просили вернуть деньги, он уверял их, что сейчас рано, мол, процесс майнинга идет, надо подождать. Для создания видимости того, что он действительно занимается данной деятельностью, он приглашал к себе по месту жительства некоторых потерпевших, демонстрировал им наличие видеокарт. Однако, как утверждали в суде сами потерпевшие, они видели только коробки. И поскольку сами они люди, не сведущие в данной теме, они не могли отличить обычные видеокарты для оборудования, которое применяется именно в процессе майнинга. Также демонстрировал обвиняемый потерпевшим личный кабинет, в котором якобы на счету находилось денежных средств в эквиваленте 70 тысяч долларов США. Узнав, что никакой майнинг не работает, потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Следователи задержали лжепредпринимателя и возбудили уголовное дело. А в ходе следствия выяснилось, что обвиняемый даже смог такого же мошенника из Минска обмануть. Наш обвиняемый предложил минскому человеку предоставить большое количество майнинга оборудования на достаточно большую сумму. Столичный мошенник в это не поверил, но обвиняемый его убедил. Прислал вот это видео, снятое, кстати, в Китае. Вот склад, а вот оборудование для майнинга, на котором лист с его именем. И житель Минска поверил. Деньги за оборудование перевел, но остался ни с чем. Вина обвиняемого доказана на основании представленных стороной государственного обвинения суду доказательств. Суд постановил в отношении него обвинительный приговор и назначил наказание по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор суда не обжалован, не опротестован и вступил в законную силу. Продолжение следует...